Наверное, надо представиться. Я Дмитрий Джумок из Минска, из Белоруссии. По счастливой случайности я знаком с Виктором Арестовым, Игорем Корховым и попал в Китай на фирму Виктора, где он внедряет и устанавливает двигатели с обмоткой «Славянка» на мотоциклы и простейшие автомобили, которые там есть. В общем-то, так как я достаточно давно интересуюсь альтернативными источниками энергии и электроприводом таких устройств, как автомобили, квадроциклы, мотоциклы, велосипеды, то мне было очень интересно съездить и посмотреть, попробовать своими руками, что это такое. Мне удалось собственноручно собрать два мотоцикла, установить на них два вот таких мотора. Я не знаю их типоразмеры, но те мотоциклы, которые получились с ними, без каких бы то подборов настроек удалось разогнать с первой попытки до 96 километров, причем потребление было небольшое. Виктор был в восторге от того, что получилось. Ну, с простыми аккумуляторами на 84 вольта 52 ампер часа мы проехали по Вайхаю, он показал достопримечательности, то есть получается где-то 29 километров потом вернулись на базу, это еще 19 километров, израсходовали меньше 50 процентов аккумулятора. Причем в скоростных режимах никто себя сильно не ограничивал, так как мне было интересно, очень интересно попробовать мотоцикл электро на дороге. Учитывая, что я первый раз в своей жизни в этом месяце, в прошедшем месяце ездил на электромотоциклах, получил полное удовольствие, могу сказать с уверенностью, что я теперь влюбленный почитатель этого вида транспорта. Ну и в сравнении с любым электротранспортом, который использует двигатели постоянного тока на постоянных магнитах, хочу заметить большую разницу. То есть здесь при сбрасывании газа нету естественного торможения, то есть так как двигатели синхронны и не включается рекуперация, то аппарат идет накатом без всяких, то есть тормозишь просто своей грудью, а воздух. Вот это как неповторимое ощущение. То, что он быстро набирает скорость, это лучше прочувствовать, чем рассказывать, когда ты на светофоре спокойненько становишься в число первых, и пока машины только думают ехать-не ехать, ты уже на спидометре имеешь своих разрешенных 60 километров и оставляешь их далеко позади. Это несравнимое ощущение. Что могу сказать по сложности установки? Ну, так как я как бы электрик, увлекавшийся электроникой, то для меня было интересно самому с нуля, как говорится, собрать этот мотоцикл. То есть да, я не могу сказать, что я всю механику собирал с нуля, то есть покупался мотоцикл, базовая модель без электродвигателя, но с установленным щитком приборов, с разведенной проводкой, но для подключения обыкновенного бензинового двигателя. Дальше, в общем-то, с минимальными переделками, а проще сказать, без переделок. Снималась ручка газа, то, что вот именно мне нравилось. Я снимал газ, сцепление, это просто лишние детали. Все, что связано с баком, с бензином, это откидывалось в сторону. Разъемы просто тупо откусывал кусачками, изолировал провода, больше ничего не делал. Ставился мотор электро, вот такой или такого типа, очень похож. Подключался контроллер. Настройка контроллера производилась через компьютер. Первый мотоцикл сборку я осуществлял самостоятельно, даже получилось так, что без постороннего контроля у меня ушло около трех дней. Второй мотоцикл я начал собирать вечером и к завтрашнему вечеру он уже сам поехал своим ходом с аккумуляторами совсем. Сейчас я в Минск тоже везу мотор-контроллер. Попробую собрать что-то на базе Минского мотоцикла. Там мотоциклы были среднего класса, я так понимаю, тех, на которых моторы в районе 250 кубических сантиметров. Они достаточно тяжелые, уверенно себя ведут на дороге. И фотографии этих мотоциклов можно будет увидеть, как размещены двигатели, как размещаются аккумуляторы. То есть любой, купивший комплект или приобретший, перемотавший этот двигатель самостоятельно. Я знаю, что раньше Дуинов выкладывал расчет обмоток, и все желающие могли это сделать. Сам по образованию я инженер-электрик, вот. Поэтому у меня вопросов к мотору не возникало никаких. То есть смотрел на ютубе несколько роликов, где люди негативно высказывались по поводу этих моторов. После того, как я своими руками потрогал, посмотрел, насколько это чудесная вещь, я с уверенностью могу сказать, что ни с какими синхронными простыми двигателями, и тем более с двигателями на постоянных магнитах это сравнивать просто некорректно. Ну, что еще добавить? Ну, масса впечатлений. Посмотрел Китай, точнее посмотрел, один город в Китае отдохнул, попробовал электромашины, которые там, конечно, они попроще, не такие, как этот аппарат. Ну, рассчитано там на категорию граждан, которые могут себе позволить, наверное, ну, пусть не с одной из двух зарплат приобрести такой автомобиль, ехать защищенными от ветра от дождя. Вот. Ну, тоже очень интересно. Те машины, которые электрические, базовые, максимальную скорость имели 45 километров в час при установке без переделок, ну, вот этого мотора Дуэнова и контроллера спокойно ездят со скоростью 65-70 километров, при этом потребляют меньше электроэнергии, то есть батареи ставятся попроще немножко, удовольствия от езды получается больше. Динамика ускорения прекрасная. То есть я оставлю ребятам фотографии, может быть, видео там у меня есть синего мотоцикла, он легкий класс, примерно такой, как минский мотоцикл. Вот я попробую поставить мотор на минский мотоцикл, какой-нибудь приобрету старую раму на колесах, потому что больше для этого не требуется ничего. Мотор-контроллер, аккумулятор. С места можно поставить на заднее колесо, что по неосторожности Виктор сделал стартуя на светофоре, опрокинул мотоцикл, побился сам, но он сам этого не ожидал. Случайно переключилась кнопка с эко режима, где плавный разгон берется на спортивный режим. И мотоцикл просто при той же повороте ручки вырвался у него без всяких рывков, без ничего. Поднялся и опрокинулся. Вот. Это, конечно, желательно было бы заснять, но каскадера нету. Виктор отказывается повторять этот эксперимент даже в защите. Вот. Он был в полном восторге. Эмоции его переполняли, когда он с разбитым локтем приехал на фирму. Вот. Я могу сказать, что спокойно за 3-4 секунды я до 60 километров этот синенький разгонял. Вот. Красненький и беленький. Ну, на расстоянии примерно... Так. На мой взгляд, метров 300 у меня было всего дороги. Дальше начинались светофоры и стоящие машины. До 86 я разогнал спокойно. Виктор при разгоне до 96 километров просто открутилась плохо мной прикрученная звездочка. Вот здесь летела цепь. Вот. Ну, это был разгон, поэтому я не знаю, до какой скорости его можно разогнать. Вот. Думаю, что сотню он пойдет элементарно. 110-115. Там уже надо смотреть. При том, при всем, что это было со стандартным 165 контроллером. Сейчас поставили контроллеры 275, изменили установки. Ну, и испытания эти будут проводиться уже без меня. Я, наверное, узнаю только через YouTube или просто по почте мне пришлют какие-то видео. Знаю, что Виктор выкладывал видео, где мы с ним на двух мотоциклах едем в обыкновенном городском потоке и за городом. Там видна динамика, как мотоциклы разгоняются, как стартуют со светофора. То есть здесь добавить нечего. Там просто надо видеть, либо приходить и пробовать. Дмитрий, то есть получается сейчас стояли контроллеры, которые были более слабыми. То есть они не могли весь потенциал двигателя раскрыть? Да, я не знаю, смогут ли раскрыть новые контроллеры весь потенциал. Там надо сочетать мотор, контроллер и мощность батареи. Просто БМС в контролле, в этом, в батарее, она стоит 150 амперная. Хотя Виктор заявляет, что это номинал 150 ампер. Я не знаю. Сейчас он сделал установки в контроллере, разрешил ему выдавать 270 ампер. Что позволит с этими установками сделать двигатель, я не знаю. Мне интересно, но мое время пребывания там закончилось. Я без визы мог находиться только до 30 дней. Своих 28 дней я отбыл. Поэтому все испытания остальные будут без меня. Рад, что у меня выпала возможность своими руками потрогать, испытать, получить массу ощущений. Приехав через Москву, заехав к Игорю, я увидел тут лабораторию оборудования, где проводятся испытания таких моторов, делаются новые. Знаю, что вот этот, он или 5, или 7 киловатт мотор, но я руками его не крутил, не трогал, видел, что их сделана большая партия, находящаяся в Китае. Только со слов Виктора с полным восхищением он характеристики показывал. Но так как эти характеристики мне тоже мало о чем говорили, я до этого не сидел в мотоцикле. Поэтому я на них смотрел так, сквозь пальцы. Но могу еще раз сказать с восхищением, что мотоциклы с такими моторами заслуживают внимания.